Здравствуйте! Вы смотрите видеоверсию издания военное дело.ком На фоне недавно завершившихся боевых действий в Нагорном Карабахе в СМИ продолжаются обширные обсуждения итогов войны, а также тиражируются всевозможные сенсации, которые так или иначе связаны с Карабахским конфликтом. Очередная горячая новость о том, что несколько украинских военных чуть было не попали в плен к армии, не признанной Нагорно-Карабахской республики, появилась в ряде интернет-изданий. В публикациях указано, что за несколько дней до фактического окончания военного конфликта на территории Карабаха несколько украинских военнослужащих оказались окружены войсками армии Арцаха в ходе отступления азербайджанской армии. Журналисты утверждают, что от пленения украинских военнослужащих спасло только подписание трехстороннего соглашения о прекращении огня. Авторы ссылаются на некие неназванные источники, которые якобы ранее заявляли, что украинские специалисты принимали участие в конфликте на стороне Азербайджана и осуществляли управление средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, свою информацию журналисты подтверждают сообщением украинского телеграм-канала «Цибуля». Стало известно, что 30 ноября спецрейсом из Баку в Киев вернутся около 20 военнослужащих ВСУ. Они присутствовали на состоявшемся несколько месяцев назад совместном учении Азербайджана и Турции в качестве наблюдателей, а позднее были свидетелями боевых действий азербайджанских и армянских вооруженных сил. Среди возвращающихся на родину – военные специалисты ГУР, ПВО и РЭП. Такой текст с пометкой «Молния» опубликовал вышеназванный телеграм-канал 23 ноября. Следует отметить, что подтверждения этой информации из каких-либо официальных источников не поступало. О том, что Украина активно сотрудничает в военном отношении с Турцией и Азербайджаном, говорилось неоднократно. Напомним, что некоторые украинские политики открыто призывали власти оказать Азербайджану военную помощь, а украинский националист Белецкий указывал на то, что победа Азербайджана должна воодушевить Киев на новую борьбу с республиками Донбасса и Россией. Также СМИ неоднократно сообщали о том, что украинские транспортные самолеты, принадлежащие авиалиниям Антонова, занимались переброской неизвестных грузов из Афганистана в Баку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова